Украинский парламент подготовил ответ на польский закон о бандеровской идеологии. Проект заявления, подготовленного Комитетом по иностранным делам, Верховная Рада рассмотрит завтра, сказал на заседании Согласительного совета спикер парламента Андрей Поруби. Также на эту сессию Рада запланировала 35 законопроектов, предложенных Кабмином. Кроме того, на повестке дня закон о национальной безопасности, кадровые вопросы, в частности, назначение главы Нацбанка, а также закон о создании антикоррупционного суда. И в первый день, завтра, я буду рекомендовать включить его в повестку дня и дам поручение Комитету рассмотреть его немедленно, чтобы мы как можно скорее смогли завершить создание антикоррупционного суда. Между первым и вторым чтением в документ могут внести изменения, чтобы учесть рекомендации Венецианской комиссии. Как премьер-министр и правительство, я полностью поддерживаю скорейшее создание качественного антикоррупционного суда. Очень важно на финальной стадии голосования, чтобы рекомендации Венецианской комиссии были учтены в данном законопроекте. Это принципиально важно и действительно создав полноценную инфраструктуру для борьбы с коррупцией. Трое украинских военнослужащих ранены в зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки. Двое с огнестрельными ранениями, один контужен. Об этом рассказал спикер штаба АТО Василий Лабай. По его словам, российские наемники пять раз нарушили условия перемирия. Все провокации зафиксированы в Донецкой области. Враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку от Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил минские договоренности. У Водянова боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время противник активизировался рядом с шахтой Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более 40 мин калибра 82 мм. Боевики могут оставить без воды более миллиона человек. Они не дают гарантии безопасности специалистам для ремонта насосной станции первого подъема юго-донецкого водопровода. Сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Насосная станция была повреждена в результате обстрела боевиков 26 января. Не работает система охлаждения трансформаторов. Сбой в электроснабжении приведет к полному прекращению водоснабжения в более чем 9 населенных пунктах, среди которых Авдеевка, Мариуполь, Волноваха и районы оккупированного Донецка. Так называемый экс-министр здравоохранения аннексированного Крыма Петр Михальчевский останется под арестом еще на один месяц. До 2 марта меру пресечения ему продлил Херсонский городской суд. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик. 5 января в Киеве в квартире Петра Михальчевского Служба безопасности Украины провела обыск. Изъяли паспорт гражданина России, служебное удостоверение за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. 8 января в Херсоне суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц без права на залог. Михальчевскому инкриминируется государственная измена, ему грозит 15 лет тюрьмы. К политзаключенному в России украинцу Станиславу Клыху допустили адвоката, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. Адвокат Роман Качанов первый за последние годы, кроме матери, кто общался с Клыхом не через стекло. Говорили три часа. Качанов сфотографировал зажившие многочисленные раны на теле политзаключенного. Он отметил, эти ссадины напоминают следы пыток. Также адвокат высказал серьезные опасения по поводу психического здоровья украинца. Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Станислава Клыха к 20 годам заключения. Его обвиняют в том, что он якобы воевал в первой чеченской войне против армии России. Свою вину Клых отрицает и заявляет, показания дал под пытками. Его содержат в тюрьме Челябинской области. Российская правозащитная организация «Мемориал» признала Клыха политзаключенным. В Брюсселе в эти минуты проходит заседание суда по делу участника парижских терактов 2015 года Саалах Абдеслама. Сейчас рассматривается дело об его перестрелке с бельгийской полицией. Он не воспользовался поясом смертника для самоподрыва, а сбежал в Бельгию. Там его задержала полиция, экстрадировала во Францию. В Брюссельский суд террориста доставили на вертолете. В районе здания суда усилены меры безопасности. Абдесламу грозит до 40 лет лишения свободы, если его признают виновным. В Париже и его пригороде Сен-Дени в ноябре 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек. Более 350 получили ранения. Всего в нападении участвовали 7 террористов исламского государства. Абдеслам единственный, кто остался в живых. 13 российских спортсменов и двух тренеров не допустили к участию в Олимпийских играх в Пьенчхане по решению Международного Олимпийского комитета. Независимая комития сообщила, что перепроверила каждого на применение допинга и все подозрения развеять не удалось. МОК допустил 169 российских спортсменов. Они будут выступать под нейтральным флагом, так как сборную России отстранили. На Олимпиаду не аккредитировали ни одного сотрудника Министерства спорта Российской Федерации. На соревнованиях в Пьенчхан приедет почти 3000 спортсменов из 92 стран мира. Украину представят 33 атлета. Почти метр снега выпал в привережных районах Хорватии. Сотни дорог и автомагистралей перекрыты. В 30 населенных пунктах нет электричества. Жителям рекомендуют не покидать свои дома, пока метель не остановится. За выходные в стране зафиксировали более 200 аварий на дорогах. По прогнозам синоптиков, сегодня снег превратится в ливень. Более 200 снежных и ледяных скульптур представили на ежегодном фестивале снега в японском городе Саппора. Здесь герои комиксов, аниме, видеоигры из снега и льда. Создали их 25 команд из разных стран мира. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят более 2 миллионов людей. Продлится он в 8 дней. Его проводят с 1950 года. Тогда в рамках детского утренника старшеклассники слепили из снега 6 фигур животных. После проведения зимних Олимпийских игр в 1972-м о фестивале узнали и за рубежом. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭй-ТВ.